всем доброе утро друзья мои добро пожаловать ко мне домой меня зовут ирина я рассказываю о цветах о цветах в интерьере проходите не стесняйтесь сегодня на мой балкон ну балкон конечно это сильно на балкончик потому что шаг левый шаг вправо и он закончен по углам разместила ну да конечно сегодня видео будет интересно любителям больше суккулентов о том как они вот перезимовывает на балконе где достаточно прохладно и на мой взгляд побольше освещения вот по бокам я поставил два таких всем известных стеллажа вот один и сзади меня еще один так сказать этажер очки из леруа мерлен просто я их свое время промарила пролачила мне казалось что они так больше впишутся в интерьер и сделал вот такие вот им верхушечки а-ля короны мне показалось показались они какими-то незаконченными я сделал вот им такие короны на голове ну и здесь естественно у меня суккуленты как я сказала в ярких ложечках не все еще конечно не хватает всем яркой посуды это я решила сделать у себя вот такой вот праздник и есту бразилия мексика потому что мне кажется суккуленты кактусы достойны такого яркого обрамления и в таких маленьких ложечек вот кстати из фикс прайса живут такие малышки живут как тосятки вот в таком про мексиканском горшке подарена мне девчонками подружками гастерия малю . крестовник роли вышел вот сюда в свет поближе к освещению чтобы набрать бусинки потолще алоэ недавно пытался вести я безжалостно оборвала цвет вот с такими вот оранжевыми мягкими колючками даже где-то ребенка вздумал растить но я думаю по весне как вы считаете отсадить чтобы он из мамки соки не пил или она алоэ водка кто сетки таком же вот пикс прайсовском горшочке пиалки кателедон разросся недвижила посмотрите какой тоже надо будет обрезать по весне вот такие вот сейчас покажу вот такие вот медвежьи лапы алоэ не очень люблю алоэ но мне кажется сюда вполне вписывается как всегда забыл поздороваться передать вам привет от самого главного предъявителя суккулентов от лой сальберта нарастил голову мне кажется вот где-то вот примерно вот столько вот в такой свежей зелени видно что прирост что я дальше с ним делал но здесь вот не очень наверное и хорошо весь марианна подруга его лохматый вину здесь на фоне стены не знаю как показать вам рост со стороны потому что так отойти я не могу в общем поверьте мне длинные так и сарделина эти спят но весной надеюсь надеюсь все они куплены были когда-то мы маленькими как тусятками из малюсеньких стаканчиков какими обычно продают как-то сядь поэтому конечно составляет мою гордость особенно вот этого люблю мечтаю вырастить такого красавца здорового кто еще тут по низу по полу сейчас я на коленочках вот такие лохматики конечно не видно масштаба непонятно вот так вот так моя рука очень ложки эти только ведра по объему по диаметру но низенькие я не знаю где они будут у меня весной летом там вовка буйствует во дворе погрыз уже и свою конуру и все тряпки вынул и поролон по всему двору раскидал из конуры вот тоже по поводу масштаба собираемся цвести вовсю вот видите цветы у нас пошли так сейчас я простите скорее стану это мне тут продолжение вот такой коридор так вернемся на балкон чтобы ничего не свалить 2 этажерка там даже вот не видно ее корону поверьте мне яркие картинки там здесь больше наверное и чивили вот на 2 полочки растут я не знаю название к самому стыду я не записывала я знаю есть любители и даже профессионалы подскажите как кого зовут вот у меня их немного побрызгала актарой филодендроны брызгала их заодно прошла поэтому вот такие вот некрасивые брызги ну куда деваться так здесь у нас тоже переселенцы ночью пересадила были я не помню как звать простите я сама не люблю когда люди рассказывают цветочники говорят это я не помню я не помню теперь я так вот красоты ради посмотрю мне кажется ей будет неплохо малышки чивили колон хуя ну кто у нас тут еще красула конечно помните как-то летом вовка оборвал головы всем стояли пеньки такие деревья вот нет хуя без добра сформировал не теперь таки топиарные можно сказать деревья то есть получились у нас такие стволики ровные красивые но все знают я их формирую подвязываем и вот такие головки пушистые нет возможности шагнуть назад поэтому вот так вот с близкого расстояния вам показываю ну а потом когда будет возможность показать во всей красе где-нибудь на улице на стеллажах обязательно увидим вот это самая обычная толстяночка доставшиеся меня цвекрови которую она хотела выкину тоже формирую в такой деревце это дети моего хоббита звучит неоднозначно моего хоббита но все помнят у меня тоже есть предваритель дворянства которому лет двадцать он стоит сейчас не на балконе мы не поместиться никак поэтому показываю просто детский сад подвесные конечно есть да у меня тут сады семирамиды затесались вот тут еще конечно не суккуленты давайте снимем одну красула это моя гордость я не знаю как дальше я буду формировать я пока не знаю но обрезать не и жалко сейчас даже с ними отпрыгну и обязательно вам ее покажу потому что я ее люблю знаете как сделаем мы его здесь о кактусы в ногу впились сейчас мы проверим сейчас мы их сравним вот так вот так нет не так подождите сейчас вот это вот вот это страшилище снимем вот это на пол поставим красотке место дать вот так нет не так плохо видно простите пожалуйста секунду может освещение не то никакого хата вот ну скажите разве не красота она серебристая она упругая она цвела я обрезала весь цвет и вот такой вот шарик да релесть кого еще люблю я пойду расскажу я люблю марниеру у кого она есть кто с ней сталкивался сейчас снимем тоже мне все хочется ее вырастить она достаточно у меня уже для того чтобы вырасти вот она и условия у нее хорошие посмотрите вот освещение вот она сейчас подождите давайте тоже снимем застыла может быть конечно зимой и растут эти эпифилмы мне кажется я ей создала все что только можно такое какое-то неуклюже видео получается у меня сейчас я ее тоже вынесу подождите вот что значит мало места я же не режу видео я же их не монтирую прошу прощения за это поэтому все будет как есть натурель ждем фокус а он и не приходит ну думаю понятно да вот она один отросчик дала и сидит надо как-то ее стимульнуть ну ладно удобрим попозже прошу прощения что я так вот прыгаю с пятого на десято но хочется всем показать а как их поставить потом приходится прыгать ну я не знаю а чаток моргана тоже люблю и тоже хочу похвалиться как он вырос он даже зимой растет ну вот я его сейчас сниму а куда его потом будут падать у него листочки ну давайте попробуем если кому интересно конечно ну давай оп так так вот так сейчас пониже повесили вот там вот видите я не вижу я бы так руки подняла наросло вот такое счастье и вот такие вот уже жирные косы я срезала обрезала видно где посмотрите вот здесь я обрезала он стал куститься ну в общем не дышу на него потому что он так быстро скидывает свои листочки только за день и все плеваю кстати не как суккуленты а достаточно хорошо пьет несмотря на то что здесь прохладно на балконе не гниет и такие же мои любимцы конечно вот эти суккуленты снимать не буду это бурита вот видите тоже внизу обрезала кончики укореняла легко укореняется на раз-два и они пошли вот так вот семьи растить на кончиках вот кстати смотрите не могу залезть вот так с краешку покажу а то Луис Альберта здесь мне все ноги уже ну и вот эти пауки были недавно рассажены тоже надеюсь на летом разрастутся паучьи такие семьи будут кто еще у меня тут села Монтана в диких ужасных условиях в темноте с редким поливом со двора как была принесена так здесь бедные мучат я не знаю куда ее девать потому что она в огромных кашпо ну давайте напоследок красавцы инопланетной котеледоны было огромное хорошее растение вовка сожрал его а так как укореняется оно не листочками как практически все суккуленты а только отросточками конечно я расстроилась тогда во время трагедии ну ничего вытянулся вот за зиму видите но я вам обещаю вырастить красивый шикарный куст вот с такими вот серебристыми пельменями как говорят бабушка будем живы не помрем ну вот так практически с колен сегодня репортаж всем вам рада приходите почаще я знаю немногие любят суккуленты в основном как только филдендроны так просмотров много и еще никогда не говорила вот за два года своего типа блогерства подписывайтесь на мой канал поставьте лайки мне даже интересно если я вот это сегодня произнесу поставьте пожалуйста лайки под этим видео посмотрим разницу что просит человек что не просит мне интересно мне конечно будет приятно но я уж молчу про то что подписывайтесь на мой канал как говорится будет много интересного обнимаю вас всех дорогие мои некоторых целую прижимаю к своей пышной груди пока пока пока